Дальше шейх говорит, когда он, то есть пророк салаллаху алейхи вассаляма, то есть после переезда обосновался в Медине, ему были приказаны остальные предписания ислама, такие как закат, ураза, хадж, азан, джихад, призыв к одобряемому, удержание от порицаемого и другие предписания ислама. Он следовал этому в течение десяти лет, после чего он скончался салаллаху алейхи вассалям, но религия его осталась, и это его религия, нет блага, на которое он не указал бы своей общине, и не зла, от которого не предостерег бы ее. Благом, на которое он указал, является тохид и все, что любит Аллах, и чем он доволен. Злом, от которого он предостерег, является ошибки все, что ненавидит и отвергает Аллах. Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джинам и людям подчиняться ему. На это указывают слова Всевышнего «Кулияю ваннасу, имне Расулю Аллахи, и ляйкум джами'а». «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». Аллах довел посредством него до совершенства религию, и о чем свидетельствует высказывание Всевышнего «Альома Акмальту лякум динакум». «У Атмамту алейкум ниамати, у Атмамту алейкум ниамати, у Арады ту лякум и исляма дина». «Сегодня я довел для вас до совершенства вашу религию, и довел до полноты свою милость к вам, и удовольствовался для вас исламом как религией». Пророк, салавлаху алейкум ассаляма, умер, и это подтверждается словами Всевышнему. «Воистину ты смертен и а не смертен, а потом в день воскресенья будете припираться у своего Господа». Это баркалуфикум, что касается слов шейха. Давайте разберем каждое и каждое предложение. Шейх начал со слов, когда он обосновался в Медине, и ему были приказаны остальные предписания ислама. Такие как закат, пост, хадж, азан, джигад, приказ к одобряемому, удержание от порицаемого и другие предписания ислама. Мы говорили ранее, что пророк салавлаху алейкум ассалям призывал в начале своей миссии только к единобожию, и объясняли, что значит в течение 10 лет призывал к единобожию. А затем он призывал к единобожию через 10 лет и начал призывать к молитве. А затем через 3 года он переселился в Медину и потихоньку, потихоньку начал призывать к остальным обрядам. Допустим, что касается заката, то он стал обязательным еще в Мекке, говорят ученые. Просто Всевышний Аллах приказал людям давать закат. Но как его давать, с какой суммы, сколько выплачивать, платить его со скотины сколько, если ты, допустим, собрал какой-то урожай, сколько платить надо, и так далее, и тому подобное. То есть минимальное имущество, которое требуется, с которого требуются выплаты заката, по-арабски это называется нисап, кому закат надо выплачивать, все эти подробности уже были неспосланы в Медине. И это было во втором году хиджры. Также, что касается урозы, то она стала обязательной бараклоуфиком во втором году хиджры. Что касается хаджа, то более правильное мнение, что оно стало обязательным на девятый год хиджры, то есть на девятый год после переселения пророку с Аллахом. То есть, значит, закат и уроза через два года, как пророк с Аллахом переселился. Хадж через девять лет, как пророк с Аллахом переселился в Медине. Дальше шеек сказал, он следовал этому в течение десяти лет, после чего пророк с Аллахом скончался. Салаллаху алейхи вассалям. Это является убеждением ахли сунна вальджама, то есть приверженцев сунны. Это является убеждением сподвижников. Это является убеждением табиеринов, то есть тех, кто учился у сподвижников, или тех, кто застал времена сподвижников. Это также касается тех, кто застал времена табиеринов. Это также касается всех великих ученых первых поколений, как имамов четырех мазапов, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад. Такие ученые, как имам Бухари, имам Муслим, Абудауд, Термили, Насаи, Ибн Маджих, Ибн Ахмад, Ибн Хамбаль и многие-многие другие ученые, все они убеждены были в том, что пророк, салаллаху алейхи и ассалям, является человеком. И его постигает все то, что постигает людей, в том числе и смерть. Почему это важно? Почему шейх это отметил? Потому что в наше время, как мы говорили, вот эти страшные люди, суфисты, которые называют себя суфистами, они говорят о том, что пророк, салаллаху ассалям, живой. Как если пророк, салаллаху алейхи и ассалям, получается, похоронили пророка живого? Неужели сподвижники насыпали землю на живого пророка, салаллаху ассалям? Нет, мы говорим, что он живой, но он живой не в этой жизни, он живой там, в потустороннем загробном мире. Всевышний Аллах, субханаллаху ассалям, умертвил нашего пророка, салаллаху ассалям, однако до его смерти довел до совершенства и полноту свою милость к нам через своего пророка, салаллаху алейхи и ассалям. Он передал всю свою религию полностью, завершенной и не нуждающейся в дополнении. Всевышний Аллах сказал, аль-йома акмальту лякум динакум. Этот аят был один из самых последних аятов, который был неиспослан пророку, салаллаху ассалям. Всевышний Аллах сказал, сегодня я довел до вас до совершенства вашей религией. То есть представьте, аллах лучше, чем все эти примеры, как человек, который писал, 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 писал какие-то правила в какой-то книге и все, самую последнюю страницу исписал и закрыл эту книгу. Вот так Аллах говорит, сегодня я довел до вас до совершенства вашей религией и довел до полноты свою милость и удовлетворился для вас исламом как религии. То есть Аллах доволен для нас исламом как религии. Каким исламом? Который был неиспослан пророку, салаллаху алейхи ассалям. И поэтому тот ислам или то, что люди называют исламом, и этого не было во времена пророка, салаллаху алейхи ассалям, это не является исламом. Даже если люди тысячу раз назовут это исламом. Самый простой пример в наше время. Некоторые люди говорят, что к исламу относятся справлять день рождения пророка, саллаху алейхи ассалям. Мы говорим, что Всевышний Аллах сказал в Куране, что я довел до вас до совершенства вашей религией и сказал, что я доволен для вас исламом как религии. Когда Аллах не спасла этот яд, было ли в исламе справление день рождения пророка? Нет, не было. Значит, это не является исламом, даже если тысячу раз люди назовут это исламом. И то, что Всевышний Аллах довел для совершенства свою религию и удовольствовался для нас исламом как религии, это является одной из величайших милости, оказанных нам Аллахом, субханалталем. Дары и милости которого несчастливы. Данное обстоятельство опровергает воззрение последователей сторонников так называемых религиозных наубедений. То есть, как мы сказали, день рождения пророка саллаху ассалям кто-то справляет, другие люди справляют, допустим, говорят, мусульманский Новый год. Третьи люди справляют, допустим, вот мы же сегодня говорили о том, что Всевышний Аллах поднял пророка саллаху ассалям на седьмое небо и там обязал его пятикратной молитвой. Есть люди, которые справляют это событие, придумали, что это был 27 день Раджава и начинают это справлять. Это является новшеством, потому что в тот день, когда Аллах сказал, что Он доволен для нас исламом как религии, в тот день это религии не было. И поэтому один из великих ученых, имам Малик ибн Анас, говорил, что в тот день не было религии, никогда не будет религии. И поэтому мы, дорогие мои дети, всегда должны говорить, что эта религия, то есть религия ислам является полной, является совершенной. И никто не может добавить к ней что-то или внести в нее что-то. И мы свидетельствуем, что посланники выполнили доверенную миссию. Потому что Всевышний Аллах говорит посланнику в Кур'ане, «Я аюгар-расулю, баллигма унзиля и лайками роббик, о посланник донеси то, что было тебе послано от твоего Господа, если ты не сделаешь это, то есть если ты до людей не донесешь то, чем тебя обязал Всевышний Аллах, то ты не выполнил свою миссию, миссию посланника. Аллах обережет тебя от людей». Поэтому в этом аяте Всевышний Аллах приказал Пророку донести и сказал, пригрозив ему, что если он этого не сделает, то он этим самым не выполнил свою миссию. И мы поэтому свидетельствуем, что посланники выполнили доверенную миссию. А какой довод на то, что в этом аяте Всевышний Аллах уже сказал, если ты не выполнишь миссию, то ты не сделаешь это, то ты не выполнишь свою миссию. Какой у нас довод на то, что все-таки Пророк Савалов сам выполнил эту миссию? Слова самого же Всевышнего Аллаха в Пантале, который мы сегодня читали, «Айома акмальту лякум динакум, сегодня я довел для вас до совершенства вашу религию». Все, Всевышний Аллах же вам все видит, Всевышний Аллах же вам все слышит, Всевышний Аллах же все знает, вот он увидел, он услышал, он знал, что Пророк Савалов сам все, что Аллах ему передал, все это передал людям, и поэтому сказал Всевышний, я довел для вас до совершенства вашей религией, и сказал, я доволен для вас Исламом, то есть который был не способом Пророка Савалов сам, как религии. А другим исламом Аллах не будет доволен. Не будет доволен. И поэтому единственным правильным исламом некоторые люди говорят, правильный ислам, неправильный ислам. Нет, ислам он один, единственный правильный. Но бывает мусульмане, которые неправильно понимают ислам. Или неправильно преподносят ислам. Ислам он только один, единственный правильный. Это тот ислам, который был во время Пророка Саласа и его сподвижника. И поэтому Всевышний Аллах в другом аяте говорит, Если люди, то есть христиане, иудеи, и те поколения, которые будут после пророка, уверуют в то, и его сподвижников, уверуют в то, во что уверовали вы, то есть у пророка и сподвижники, тогда люди пойдут по прямому пути. Если же они отвернутся от этого, они будут в расколе. В этом аяте четкое указание, или же четкий ответ тем людям, которые в наше время спрашивают, почему среди мусульман такой раскол, почему мусульмане делятся ханафиты, или же, например, суфисты, и другие там саляфиты, и начинают говорят, одни так говорят, а кто из них прав, а кто из них не прав. Кто-то говорит ашариты, кто-то говорит матуридиты, кто-то говорит накшабандиты, кто-то говорит кадариты, кто-то говорит диджаниты. И начинает кто-то говорит шииты, кто-то говорит рафидиты, кто-то говорит хизбут тахаир, кто-то говорит джамат таблих, еще кто-то говорит ихванун мусульмин, еще кто-то говорит игил, даиш, игиш. Каких только не называют, кого только не приписывают к исламу. Так кто же на самом деле из них тот мусульманин, о котором сказал Всевышний Аллах и удовольствовался для вас исламом как религии? Это только те, кто на том, на чем был пророк, салаллаху алейхи ассалям, и его сподвижники. Потому что именно в тот день Всевышний Аллах сказал, я довел для вас до совершенства вашей религией, именно в этот день Всевышний Аллах сказал, я удовольствовался для вас исламом как религией. Дальше Шей сказал, но религия его осталась. То есть даже если пророк, салаллаху алейхи ассалям, умер, религия его осталась. И поэтому, когда умер пророк, салаллаху алейхиусалям, пришел к нему Абу-Бакр домой, открыл ту простынь, которая была накрыта, умерший пророк, салаллаху алейхиусалям, поцеловал его и сказал, ты прекрасен, то есть пророк, салаллаху алейхиусалям, как живой был, так же ты прекрасен, умерший. И потом Абу-Бакр поднялся на Мимбар, обратился к мусульманам, которые были шокированы по причине смерти пророка, салаллаху алейхиусалям, плакали очень сильно, и он обратился к ним словами, сказав, поистине, тот, кто поклонялся Мухаммаду, салаллаху алейхиусалям, то он умер, а тот, кто поклонялся Аллаху, то есть так, как его научил Мухаммад, то Аллах живой, не умрет. Вот точно так же, хоть пророк, салаллаху алейхиусалям, и умер, но религия его осталась, говорит шиих. И этой религии, нет блага в этой религии, на которую бы пророк, салаллаху алейхиусалям, не указал бы свои общины, и нет зла, от которого бы он не предостерег ее, как об этом сказано в достоверном хадисе, который и привел один из великих имамов, имя которого от Дарьими, Он сказал о том, что пророк Салаллаху Алейхи Усалима сказал, «Любое добро, которое вас приближает к Аллаху и отдаляет вас от огня, я вам на него указал. Любое зло, которое вас отдаляет от Аллаха или отдаляет вас от рая и приближает вас к Аду, я вас от него предостерег». То есть в этом хадисе пророк Салалус говорит, что нету добра, на который бы я не указал, и нету зла, от которого бы я не предостерег. И, к сожалению, приходят те люди, которые называют себя мусульманами и говорят, что есть такое добро, на которое не указал пророк Саусал. Есть такой злот, который он не претастерег. Пророк Сааллаху, алейхи в салям, и тем самым возводя ложь в первую очередь на Всевышнего Аллаха, который сказал о том, что сегодня он сделал полную для нас нашу религию. То есть сказал это в то время, когда пророк Сааллаху, алейхи в салям, был еще жив. И поэтому шейк говорит, но религия его осталась, и этой его религии нет блага, на которое бы пророк Саусал не указал бы свое общение, ни зла, от которого бы не предостерег ее.